В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. До 1 декабря граждане должны уплатить имущественный налог. Кому положены льготы? Самый добрый календарь. Завершились фотосессии проекта приюта для безнадзорных животных «Зато верный друг». Акапельное мастерство. Воспитанники Дыши выступили на 4-м Сергиевском детском хоровом соборе в Нижнем Новгороде. Далее расскажем обо всем подробно. Медицинский спецназ, так глава государства, назвал Федеральное медико-биологическое агентство на торжественном мероприятии в Кремле по случаю 75-летия ФМБА. Доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас, в ходе специальной военной операции, мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев. Знаю, что в пылевых условиях, благодаря профессиональному мастерству и мужеству специалистов агентства, проводятся операции особой сложности. Путин также отметил, что ФМБА стоит на страже здоровья сотрудников более 700 организаций и предприятий, чья работа связана с рисками радиационных, химических, биологических и других опасных факторов. До 1 декабря граждане должны оплатить имущественный налог. Из чего он состоит и кто может на него рассчитывать, расскажем в нашем репортаже. 1 декабря – крайний срок уплаты налогов на имущество физических лиц за 2021 год. При этом ряд категорий граждан имеет льготы. Их предоставляют в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Это может быть квартира или ее часть, комната, жилой дом или его часть, гараж или машина-место. При этом льготу предоставляют на объект с максимально начисленной суммой налога. Например, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, инвалиды 1-2 группы, военнослужащие и ветераны боевых действий получат 100% льготу на одну квартиру. При этом, если квартир две или больше, то за остальные они платят налог в полном объеме. По земельному налогу категория граждан, которые имеют право на вычет в размере 6 соток – это участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий, инвалиды 1-й и 2-й группы, а также физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Если земельный участок у льготников площадью, например, 10 соток, то вычет дадут на 6 соток, а за 4 – необходимо заплатить. Что касается транспортного налога, то льготы в 50% имеют пенсионеры и инвалиды на один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Полностью освобождают от транспортного налога на одну машину участников Великой Отечественной войны, опекунов, попечителей многодетных. Мощность автомобиля также должна составлять до 150 лошадей. Если больше, то платить за него придется в полном объеме. Предоставление льгот физическим лицам носит без заявительный характер. Если физическое лицо не предоставило заявление по льготе, то льгота будет предоставлена налоговым органам на основании сведений, которые поступили в инспекцию в соответствии с федеральным законодательством. Если налогоплательщик не заплатит имущественные налоги вовремя, то уже со 2 декабря задолженность начнет расти каждый день и будут начислять пение. Налоговые уведомления либо приходят с заказным письмом по почте, либо в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Способов оплаты налогов несколько. Через терминалы, через отделение банка, отделение почтовой связи, через личный кабинет налогоплательщика, через портал государственной услуги. Также использовать сервис уплата налогов и пошлин на сайте ФНС России. Замобилизованы граждан. Получить налоговые уведомления и оплатить их могут родные и знакомые по доверенности от командира воинского подразделения. Полностью интервью Светланы Тюриной об уплате имущественных налогов смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Ексерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Тарифы на газ в России с 1 декабря могут вырасти на 8,5%. Такой размер индексации как для населения, так и для промышленности предусмотрен проектом приказов Федеральной антимонопольной службы, размещенным на портале проектов нормативных правовых актов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В регионе усилят защиту образовательных учреждений. Внеочередное заседание антитеррористической комиссии провел губернатор Глеб Никитин. Также обсуждался вопрос о работе с молодежью. Чтобы она не попадала в деструктивные сообщества, решено усилить индивидуальную профилактическую работу с подростками из групп риска, в том числе с привлечением активной молодежи. Саровские эпидемиологи подвели итоги прошлого месяца. Значительно больше по сравнению с октябрем 2021 года стало обращений по поводу укусов клещами. Это обусловлено теплой погодой и осенним пиком размножения клещей. В октябре Саровские лаборатории исследовали 63 клеща. Среди них были и носители боррелии и анаплазмоза. Зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым боррелиозом среди взрослых. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями была выше уровня предыдущего года в 4 раза. Зарегистрировано 2 случая заболевания с альмонеллезом. Собак в Сарове с октября поражает вирус, схожий с человеческим ОРЗ, сообщает клуб собаководства Акбар. Его симптомы – насморк, очень мокрый нос, затем кашель, как будто собака подавилась. Затем развиваются тяжелые формы – бронхит и пневмония. Однако, если у питомца сильный иммунитет, то болезнь он перенесет в легкой форме. Собаководов призывают быть внимательными и при появлении первых симптомов обратиться к ветеринару. Зато верный друг в этом году вновь решил выпустить красочный календарь с обитателями приюта, чтобы собрать средства на их содержание и найти питомцам новый дом. Календарь уже отправили в верстку, и скоро он поступит в продажу. О том, как проходили съемки с четвероногими любимцами, расскажем далее. Собака с сердечком на носу – Булька. Одна из героев нового календаря, который уже традиционно к Новому году готовит организация «Зато верный друг». Булька живет в приемнике уже полтора года, и все это время ждет, что ее заберут в любящую семью. У собаки непростая история. Она участница собачьих боев. У нее хозяин скончался, и ее привезли на усыпление в госветуправление. Мы ее взяли под свою опеку. Она очень дружелюбна к людям. Мы ее пока снимали, она всех зацеловала, залюбила, хвостом виляла. Такая очень классная девчонка. Но вот у нее есть особенность, как участница собачьих боев. Она вся в шрамах и не любит других собак. Этот красавчик шоколадного окраса – Чарли. Его тоже увидите на страницах календаря. Чарли забрали у женщины, выдававшей себя за волонтера. Она держала собак в деревянных ящиках без еды и воды. Их спасли, выходили, и теперь они ждут новых хозяев. Еще одна звезда – рыжая кукла. Кошки участвовали в съемках календаря наравне с собаками. Всех животных перед фотосессией в этот раз стригли и причесывали профессиональные грумеры. Проект нам очень нравится. И мы каждый год с такой душой и любовью делаем этот проект. И он имеет большого отклика у населения. И в этом году люди уже, наши подписчики, спрашивают, когда будет календарь, когда выпуск. Продажи планируем начать где-то в начале декабря. Одна из целей проекта – найти для животных новый дом. Например, многие из звезд прошлогоднего календаря сегодня живут с хозяевами. Еще одна задача – собрать деньги на содержание животных. Сейчас на попечении волонтеров «Зато верный друг» около 150 хвостатых друзей. Многие нуждаются в лечении и дополнительном уходе. Стоимость календаря – 1000 рублей. Все деньги пойдут на животных. О старте продаж вы можете узнать в группе общественной организации «Зато верный друг» ВКонтакте. В самом приемнике для животных продолжается ремонт. Его делают средствами и силами Нижегородского госветуправления. Большой вклад внес и депутат Денис Щербуха, который включился в ремонт вместе с командой добровольцев. Сделано уже очень много. Отремонтирован изолятор, отремонтированы вольеры, где содержатся собаки. Расчищена полностью территория. Осталось построить уличные вольеры и отремонтировать внутреннее помещение для сотрудников. Но как бы ни преобразился приемник, дом с любящими хозяевами для любой собаки и кошки всегда будет лучше. Поэтому, если вы мечтаете о хвостатом друге, посмотрите на этих животных. Они мечтают о вас. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В Нижнем Новгороде состоялся 4-й Сергиевский детский хоровой собор. Мероприятие приурочено к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. На торжестве выступали 8 нижегородских коллективов и хор «Копель» детской школы искусств. Православные духовные песнопения – серьезная проверка уровня мастерства хорового коллектива. Поскольку исполняют их акапельно, и любая ошибка становится заметна сразу же. Но, несмотря на волнение, юные воспитанники детской школы искусств смогли достойно показать себя на 4-м Сергиевском детском хоровом соборе. Наш хор «Копель» был очень рад поехать выступать в Нижний Новгород. Мы долго подготавливались, и выступление прошло вроде все отлично. Это, конечно, немного сложно стоять, но это очень интересно – послушать другие хоры. В мероприятии участвовало 8 коллективов из Нижнего Новгорода и один из Сарова. Всего порядка 350 человек. Собор приурочен к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Организатор – отдел культуры Нижегородской епархии при содействии Департамента культуры Администрации Нижнего Новгорода. Хор «Копель» готовил два новых сочинения. «Малое словословие» и «Канн 17 века. Радуйся, радость твою воспеваю». Мы как раз и ехали за единением за тем, чтобы посмотреть, что мы не одни энтузиасты такие в хоровом нашем мире, что нас много, потому что дети не только когда готовятся и выступают, например, в нашем закрытом городе, а если когда видят много, большое количество таких же артистов хора, конечно, для них это огромное впечатление. В завершении мероприятия епископ Иннокентий вручил награды за участие в хоровом соборе. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 10 по 13 ноября там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Доник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, что это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна новая акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового за тысячу восемьсот рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 13 ноября с 10 до 18.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok